Заговор против британского премьера. Депутатам не хватает всего 15 голосов, чтобы сместить Терезу Мэй с должности. Кто зачинщик переворота и насколько серьезно эта угроза для главы правительства из Лондона? Светлана Чернецкая. Тайный заговор против премьер-министра уже не такой уж и тайный. В прессу слили имя главного предателя и подстрекателя. Им оказался бывший председатель консервативной партии Гранд Шепс. Несколько лет назад он входил в руководящую верхушку, занимал пост министра, но в правительстве Мэй для него портфеля не нашлось. Теперь он настраивает коллег против Терезы Мэй и призывает провести выборы нового главы партии. И тот автоматически станет премьером. Шепс уверяет, что сплотил вокруг себя около 30 депутатов. Еще 15 человек и они смогут запустить процесс смещения Мэй. Причем именно себя заговорщик считает лучшей заменой нынешнему премьеру. Есть определенное количество депутатов, жаждущих перемен, которые пытались в частном порядке, чтобы не унижать премьера публично, поговорить с ней о том, что пришло время провести выборы главы партии. Ведь она сама говорила, что втянула нас в этот беспорядок и будет возглавлять партию столько, сколько мы захотим. Тереза Мэй больше не может игнорировать это открытое противостояние. Она категорично в отставку не собирается и останется в офисе на Даунинс 3.10 как минимум до окончания переговоров по Брекзиту. Ну а в самом Евросоюзе пристально следят за политическим кризисом в Великобритании. Переговоры по выходу Лондона из ЕС и так далеко не простые. И бунт консерваторов против премьера может напрямую повлиять на весь процесс. В Еврокомиссии решили перестраховаться и начали переговоры с британской оппозицией. На встречу в Брюссель пригласили главу партии лейбористов Джереми Корбина. В ЕС хотят удостовериться, что даже в случае смены власти в Британии достигнутые договоренности по Брекзиту останутся в силе. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.